Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале. Меня зовут Елизалета. И сегодня мы с вами поднимем одну очень важную тему. Сегодня мы с вами поговорим о такой организации, как ЮНЕСКО. Что она сама из себя представляет и какая, собственно, связь у ЮНЕСКО с нашим городом Ярославль. Итак, что же такое ЮНЕСКО? ЮНЕСКО расшифровывается как United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, что в переводе на русский язык означает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Создана она была сразу после Второй мировой войны, 16 ноября 1945 года. И первоначально целью ее было укрепление сотрудничества между странами и охрана уникальных памятников по всему миру, расширение союзов между государствами и народами за счет сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, а также соблюдение справедливости по всему миру. В настоящее время в Организацию входит 193 государства, а ее штаб-квартира находится во Франции, в Париже. С момента основания Организации и по сей день под охраной оказалось множество объектов, как культурных, так и природных. Ну а в 2005 году ЮНЕСКО обратило в свой взор и на город Ярославль. Историческая часть нашего города была полностью взята под охрану ЮНЕСКО. На самом деле, всего три города в России могут похвастаться тем, что целая часть города охраняется этой организацией. В числе этих городов Санкт-Петербург, который отличился своей плановой застройкой, по единой задумке, с оглядкой на европейские города. Город Дербент, отличный образец восточной крепости. И, собственно говоря, Ярославль, в котором сохранились как объекты, построенные в XVII веке и являющиеся образцами классической русской архитектуры. И объекты XIX века в основном в неоклассическом стиле. Несмотря на то, что на территории зоны ЮНЕСКО в Ярославле огромное количество объектов имеют действительно стоящую, важную историческую и культурную ценность, нельзя забывать и о том, что за территорией охраняемой ЮНЕСКО также присутствуют точечные объекты, которые охраняются этой организацией и также имеют свой вес и свою ценность. Если внимательно посмотреть на карту, мы можем увидеть, что таким сиреневым цветом выделена сама зона ЮНЕСКО, а за ее пределами сиреневым же цветом выделено и отдельное здание. Все то, что помечено этим цветом, и охраняется ЮНЕСКО. Итак, чем же уникален город Ярославль? Ну, в первую очередь, стоит сказать, что наш город действительно очень древний город. Он был основан в 1050 году. Перед вами одно из изображений города Ярославля. И здесь мы четко можем посмотреть, на что же делился древний город. Это Кремль и Пассат. Кремль был хорошо укреплен не только стенами, но также и реками, Волгой и Котраслью. Также протекал небольшой ручеек Медведица. Соответственно, основные постройки, которые, скажем так, были важны для Ярославля, они появляются в первую очередь в Кремле. Первые каменные постройки, а именно Успенский собор, появляются аж в XIII веке. Однако бум каменного строительства в Ярославле все-таки приходится на XVII век. Именно XVII век называют даже Золотым веком Ярославля. Все почему? Потому что именно в XVII веке Ярославль за счет очень удачного расположения на торговых путях расцветает именно с точки зрения богатства купцов. И в основном именно купцы вкладываются в новые, красивые, богатые, а что самое важное, каменные храмы. Появляется даже своя Ярославская архитектурная школа. В чем она заключалась? Довольно-таки массивный, практически кубический основной объем. На него помещались узкие, тонкие, высокие барабаны, а на них довольно массивная же луковица куполов. Чаще всего храмы обрамлялись крытыми или иногда открытыми галереями, хотя, учитывая погодные условия в Ярославле, открытые галереи имели меньшую популярность. Кроме того, храмы дополнялись шатровыми пределами и шатровыми же колокольнями. Кроме того, Ярославль держит звезду первенства в использовании в архитектуре так называемых изразцов. Изразец – это глиняное изделие, которое является очень прочным и очень хорошо сохраняющим цвет, благодаря нескольким стадиям обжига. Внешний вид изразцов мог быть совершенно разным, мог содержать совершенно разные сюжеты. Это могли быть и цветочные орнаменты, и всяческие мифологические животные. Притом сочетание того, что на плиточке, например, какое-то языческое божество, а сам изразец находится на храме, никого совершенно не смущало. Уже после Ярославля Москва активно включается в использование изразцов и уже использует их по максимуму. В Ярославле все-таки это было точечное украшение. Ну а до Ярославля изразец использовался исключительно в помещениях. Чаще всего им украшали печи. Несмотря на активное развитие каменного строительства в Ярославле в XVII веке, мы говорим именно о строительстве храмового. Если мы говорим о гражданских зданиях, то в основном они все еще выполнялись из дерева. Кроме того, застройка была не так упорядочена, как хотелось бы. Из-за этого возникало множество проблем. Итак, в Ярославле, как и в большинстве городов России, к XVIII веку, к концу XVII века абсолютно не было прегулярного плана. Обратите внимание, гривые улицы, совершенно хаотичная застройка. Разумеется, это было неудобно, в том числе очень часто приводило к массовым пожарам. Это, собственно говоря, и объясняет то, что в Ярославле немногие здания до XIX века дошли до наших дней. Итак, в 1778 году был утвержден регулярный план Ярославля. Был утвержден он императрицей Екатериной Великой. На самом деле, говорить о том, что это был уникальный план, не приходится. Огромное количество городов России были перестроены именно по этому плану, по радиально-кольцевой системе. Улицы Кольца, и сквозь них проходят улицы Радиусы. Все это выстраивается вокруг одной горной площади. В нашем случае это была Ильинская площадь с церковью Ильи Пророка в центре этой площади. Но благодаря неукоснительному следованию этой системе, при дальнейшей застройке Ярославля аж до самой революции, благодаря хорошей сохранности построек XIX века, Ярославль был и остается весьма примечательным городом. Однако, несмотря на такое уважительное отношение к застройке в нашем городе, многие архитектурные памятники сильно пострадали, а то и вовсе были уничтожены во время вспыхнувшего офицерского восстания в июле 1918 года. В результате этого восстания были повреждены десятки важнейших архитектурных памятников, некоторые из которых так и не были восстановлены. Чтобы вернуть городу былое великолепие, реставраторам пришлось приложить немало усил по восстановлению архитектурных шедевров Ярославля. Итак, на сегодняшний день, как мы можем обратить внимание на карту, город Ярославль действительно разросся. И зона ЮНЕСКО – это совсем небольшая территория, располагающаяся в Кировском районе. Именно с этого участка начинается Ярославль. И сейчас мы можем видеть, что кроме тех самых Кремля и Посада, есть огромное количество районов, районов как культурных, так и промышленных производящих районов, районов в спальме, где проживают люди. Тем не менее, именно ради зоны ЮНЕСКО в Ярославле стремится огромное количество туристов, да и сами ярославцы с радостью все вновь и вновь стараются изучать и рассматривать свой город, прогуливаться по нему и наслаждаться видами тех зданий, которые сохранились до наших дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова